Я рада, что выделили, да, сидим дома, много дел можно найти дома, но тем не менее есть люди, которых волнует тема здоровья, и мы вообще в этом числе состоим, поэтому поговорим сегодня о концепции здоровья. Что это такое вообще? Концепция здоровья – это такая система, пошаговая система, которая может помочь любому человеку, независимо от его возраста, состояния здоровья, сохранить или восстановить его. И то есть пользоваться этой концепцией всю свою жизнь и не пользоваться, соответственно, услугами врачей и аптек. В чем она состоит? Сейчас я подключу слайд, но пока подключаю, расскажу. Наверняка все мы когда-то покупали какую-то технику, например, или какие-то вещи в магазинах, и, соответственно, с этой вещью нам прилагается что? Что? Инструкция. Инструкция. Сейчас, секундочку. Что надо сделать? Так. На экран выведу. Итак, мы получаем всегда инструкцию, да, как эксплуатировать правильно так, чтобы это не ломалось, как ухаживать, чтобы техника нам долго служила. Но почему-то, когда рождается человек, мы такие люди, да, возомнили себя выше какой-то техники и думаем все, что инструкция нам не нужна. Поэтому мы рождаемся и живем, и знаем, как ухаживать за ребенком, ну, как по сложенным стереотипам, по рекомендациям, там, бабушек, мам, врачей и так далее. Но, тем не менее, существует концепция здоровья. Это информация, которую мы все изучали в школе. То есть мы, если вы сейчас будете слушать отдельно какие-то фрагменты, вы поймете, что вы это уже знаете. И только в систему это, к сожалению, нам никто не складывает, нигде это не преподают, не учат наших детей. И в компании Коралл Клаб это собрали в единое целое. И на основе этой системы мы и оздоравливаем себя, своих семей и людей, которые понимают ценность здоровья. Итак, концепция здоровья основана на двух принципах. Первый принцип – это комплексный подход. Вот, ну, то есть мы понимаем, что, ну, не может существовать какой-то волшебной пилюли от всех скорбей и болезней. Нельзя, принимая, там, какие-то баночку с БАДами, решить все вопросы. Нужно подходить к задачам, к проблемам комплексно. И, соответственно, что входит в комплексный подход? Вот. Второй, как бы, принцип, на котором основана концепция здоровья – это возобновляемость клеток. Об этом я чуть позже поговорю. На чем основан комплексный подход? Это, конечно же, на психологии. То есть, ну, человек должен в первую очередь осознавать, что здоровье – это не равно лечению, что нужно заниматься профилактикой и для себя ответственность за свое здоровье, а не так, как мы привыкли. Ну, вот живем, 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 раз что-то заболело, мы побежали к врачу. И, соответственно, мы перенесли ответственность за то, что с нами что-то произошло на доктора, а вось он поможет. Второй момент, который составляет комплексный подход – это движение. Ну, это никто не отменял. Движение – это жизнь, поэтому это тоже очень важно. Третий – это, конечно же, воздух. Мы без него и пяти, не знаю, минут не проживем. Сколько самая длительность, да, без воздуха можно задержать дыхание и быть в норме. Следующий момент – это, конечно же, еда. Еда должна быть правильной, нести нам натуральной. И, конечно же, вода. Соответственно, все это в комплексе должно поступать в чистое тело, да. Наше тело – это сосуд для души. И, соответственно, как мы регулярно убираем наши квартиры, генеральный. Нужен такой же уход, и это поэтому важно. По чистым телам что подразумевается, да. Ну, если в квартире это понятно, что отсутствие пыли, мусора, там, не знаю, воздух проветренный, то чистое тело – это, соответственно, отсутствие в организме бактерий, вирусов, грибов, простейших паразитов. Соответственно, мы должны об этом тоже думать и делать. Итак, второй принцип – возобновляемость клеток. Что такое возобновляемость клеток? Человек состоит из 12 систем, всем это известно. Сердечно-сосудистая, репродуктивная, постно-мышечная и так далее. Системы состоят из органов, органы состоят из тканей, и ткани состоят из клеток. Клетки каждый день рождаются и умирают. Как раз этот процесс называется регенерацией. И, собственно, от него зависит состояние здоровья, поскольку цепочка идет в обратном направлении. Если клеточка дала здоровое потомство, соответственно, наши ткани будут в порядке, наши органы здоровы, ну и, соответственно, системы работать как нужно. И в целом человечек. Получается, что необходимо для того, чтобы человек, клеточка, да, давала здоровое потомство? Нужно создать определенные условия какие-то. Соответственно, что мы видим сейчас, что происходит? Что... ...органов и систем, соответственно, она убирает симптомы, занимается лечением. То есть, когда уже у нас что-то болит, например, голова, мы идем к доктору, доктор говорит, выпейте таблеточку. Мы выпиваем анальгин, ну, вроде бы голова проходит и радуемся. Но ведь если задуматься, то голова-то заболела не от нехватки анальгина в организме, правильно? А совершенно по другой причине. Так вот, мы работаем на уровне тканей и клеток, то есть на клеточном уровне, и именно занимаемся причинами, либо профилактикой. И этим может заниматься абсолютно любой человек самостоятельно. Как я сейчас расскажу. Вот представьте себе наглядный пример. Это аквариум. Аквариум, сейчас, секундочку. Это аквариум. В нем живут рыбки. Что необходимо рыбкам для того, чтобы они были здоровы, давали здоровое потомство и не болели? Соответственно, все мы знаем, что это вода, чистая, обогащенная кислородом. Далее, это чистая среда. То есть мы периодически должны чистить аквариум. Иначе, ну, в любом случае рыбки живут, кушают там. Процессы, процессы жизнедеятельности загрязняют воду. В результате там появится болото, если мы не будем это чистить. И третье условие – это специальный корм. Мы в магазинах покупаем его и понимаем, что мы не можем покормить там рыбку хлебушком или, не знаю, горохом, там каким-нибудь, да, ну, с ясными припасами нашими. И, соответственно, это специальный корм. И получается, что если подумать о том, что человек на 80% состоит из воды, то мы – это тот же самый аквариум, в котором, как рыбки, плавают триллионы клеток. И этим клеточкам нужны те же самые условия. Чистая водная среда внутри, чистый организм, который нужно регулярно чистить, и специальный корм. Смотрите, что получается, что вот эти три причины – обезвоживание, интоксикация, дефицит микро- и макроэлементов в организме человека уже – это причины 99% диагнозов. То есть 1% – это остаются либо травмы, либо какие-то генетические болезни. Все остальное можно убрать, разобравшись вот этими тремя условиями. Идем дальше. Для того, чтобы разобраться, да, чтобы наш организм работал как часы, что необходимо, да, клетке. Клетке нужны 28 аминокислот. То есть мы же не кушаем, ну, точнее, мы, наверное, большинство людей, может быть, ну, какой-то процент точно думает, что вот хорошо кушать. Я тебе бутылка не нужна. Здорово. Всем привет. Отключите микрофон у кого-то. Замечательно. Так вот, мы думаем порой, что, ну, наверное, вот сейчас мы там сделали вкусных котлеток, там, подсолененький огурчик, там, пюрешечку. И вот это все прям мы скушаем, и будет польза большая-пребольшая. На самом деле наши клетки не едят ни котлетки, ни картошки, ни компоты, а им нужен свой шведский стол, так скажем. Это аминокислоты 28, в том числе незаменимые 7, минералы 15 видов, 12 витаминов, 7 групп ферментов, жирные кислоты 3, и это так называемый кот клетки. Все это клеточке нужно каждый божий день. То есть как мы кушаем каждый день, так и клетки мы должны накормить этими питательными веществами. Соответственно, но есть большое но. Есть большое но. Почему? Потому что все эти минералы мы сейчас, точнее, все эти питательные вещества мы сейчас можем купить в аптеке, да. Уже и в СМИ, и фитнес-тренеры многие объясняют, что там аминокислоты, витамины, ферменты, все это можно купить в аптеке или на каких-то сайтах. Но вопрос цены и качества, да. Я пользуюсь продуктами и клеточным питанием, которое предлагает компания Coral Club. И почему мы не можем на чем-то одном остановиться? Вот сегодня я покормлю клетки белками, а завтра ферменты. Все это должно быть единовременно, потому что эффективность зависит от этого, да, не от разового приема каких-то одного вида питательных веществ. И еще именно это все связано с процессами, биохимическими процессами, которые происходят в нашем организме. То есть ферменты запускают работу витаминов, витамины поджигают минералы, да, заставляют их работать. Минералы запускают процесс изменения в аминокислотах. А аминокислоты – это тот белок, который является основным строительным материалом для всего живого на Земле, в том числе и для человека. И, соответственно, жирные кислоты у нас отвечают за защиту клеток, и это иммунитет наш. Соответственно, все эти компоненты именно поэтому должны поступать одновременно, чтобы не нарушать биохимические процессы в организме. Но есть такое еще большое но, что даже если мы все это приобрели и усиленно будем как бы употреблять, но в организме не будет биодоступной, живой, правильной воды, мы 95% того, что мы потратили и того, что съели, просто сольем в унитаз по одной простой причине. Эти питательные вещества не усвоятся. Почему? Потому что вода, правильная вода, она является транспортом для того, чтобы доставить питательные вещества к клеточкам. Итак, поговорим о воде. Вода имеет несколько параметров, и я расскажу о нескольких из них. Первое – это структура воды. Но все мы сейчас знаем, и наверняка кто-то в свое время смотрел фильм «Шестой океан» о том, что вода имеет информационную память, о том, что она имеет структуру, и она запоминает, записывает на себя информацию, с чем она соприкасается. То есть мы знаем об эффекте талой воды, то есть это чистота гор, это идеальная структура снежинки под микроскопом. Мы знаем феномен намоленной воды, то есть святую воду записывают, получается, что происходит в момент службы в церкви. То есть на нее записывается положительная информация, которую человек пьет и, получается, выздоравливает. Поэтому структура воды очень важна. Второй момент – это минерализация воды. То есть мы все знаем, что есть минеральная вода. Это не об этом. Минеральная вода – это, допустим, там, есть сентуки где-то в санаториях. Она пьется определенное количество времени, да, курсом, потому что там большое содержание определенных минералов, которые, ну, способствуют оздоровлению каких-то органов и систем. Но это делается кратковременно. Мы же говорим о минерализации. То есть вода должна содержать в себе около 70 микроэлементов в микродозах. Тогда эта вода будет приносить пользу, не будет вымывать из организма свои минералы и оказывать, наоборот, благоприятное воздействие на организм. Далее, третий параметр – это поверхностное натяжение. На самом деле есть определенная норма – это 43 дина на сантиметр. И что такое вообще поверхностное натяжение? Ну, если простым языком сказать, это мягкая или жесткая вода. Мы же это ощущаем, когда, допустим, ну, выходим из душа, да, куда-то приехали в другой город. И чувствуем разницу и говорим, ой, тут вода жесткая, тут мягкая, на качестве белья после стирки. Так вот, вода должна обладать определенным поверхностным натяжением для того, чтобы проникать в нашу клеточку, для того, чтобы донести в нее питательные вещества, очистить клетку от продуктов жизнедеятельности и выйти из нее, не накапливаясь в межклеточном пространстве, то есть не вызывая отеков. Далее, окислительно-восстановительный потенциал воды. Вы знаете, на планете есть всего два места, ну, может быть, не всего, всего их там штук пять, но я расскажу о двух. Это остров Окинава в Японии и горная местность в Пакистане Хунзакут, долина Хунзакут. Там живут люди, которые на 15-20 лет больше живут, ну, чем стандартный, да, как сказать, срок жизни. Ученые над этим феноменом когда-то задумались и долго исследовали этот момент. И они пришли к выводу, что это все связано с водой, которую пьют жители тех мест. Так вот, что такое окислительно-восстановительный потенциал? Это заряд воды. Это как в сказке, да, мы читали в детстве, живая или мертвая вода. Так вот, живая вода имеет отрицательный заряд. Он измеряется в милливольтах. И положительный заряд – это мертвая вода. Как же это, ну, на нас влияют, собственно говоря, эти знания. На самом деле мы в нашей области, вот в нашей местности из-под кулера или бутилированная вода, или фильтрованная из-под крана, вода в среднем имеет заряд плюс 200 милливольт. Наша клеточка внутри имеет заряд минус 70 милливольт. Соответственно, ученые уже приравняли давно 1 милливольт энергии к 1 секунде жизни. Соответственно, чтобы нашему организму переработать, усвоить стакан выпитой воды с зарядом плюс 200, получается, он затрачивает энергии 270 милливольт энергии нашей, как бы, наших сил. Соответственно, получается, что если мы тратим энергию, значит, мы отнимаем милливольты, да, мы отнимаем у себя секунды жизни. А жители Пакистана, в Кунзахути и острова Окинавы, они пьют воду с зарядом минус 500 милливольт. Соответственно, получается, при внутреннем заряде клеточки минус 70, они не только не тратят энергии, они, наоборот, получают ее, соответственно, добавляют себе время жизни. Соответственно, Coral Mine, вот вы видите на картинке сейчас, это карманный фильтр, сделанный из белых кораллов санга, которые как раз добываются близ острова Окинавы в Японии, которые именно меняют состав этой воды и придают ей не только структуру, потому что это палеопродукт, не только минерализуют воду, меняют поверхностное натяжение, но и меняют заряд воды в отрицательную сторону. И последний параметр воды, на котором я хочу остановиться более подробно, это pH, да, это кислотно-щелочной баланс. Ну и, собственно говоря, вот здесь мы все можем сказать, ой, все знакомо нам. Шкала кислотности, где единица – это кислота, а 14 – это щелочь. 14 – это щелочь, семерочка – это нейтраль. Соответственно, смотрите, считается нормой уровень pH нашей внутренней жидкости, лимфы, крови – 7,45 – 7,55. Если уровень pH внутри организма спускается, снижается до 7,1, наступает мгновенная смерть. Маша, извини, пожалуйста. Что-что? Маша, да, извини, пожалуйста. Через 10 минут конференция закончится, поэтому можно будет перезайти по этой же ссылке, чтобы опять попасть сюда, дослушать. Хорошо. Итак, наша кожа имеет уровень pH 5,5. Это орган выделительной системы, соответственно, через нее выводятся кислоты. Далее идет у нас уровень pH 2,5. При таком уровне умирает все живое на Земле. И, собственно говоря, пока оставлю сейчас вам вот эту картинку, я глубоко была поражена, когда узнала об уровне pH 3. Такой уровень pH имеют такие продукты, как белая рафинированная мука, сахар, уксус и все газированные напитки. Даже больше скажу. Газированные напитки имеют уровень pH 2,6. То есть, смотрите, мы каждый день, употребляя продукты, с таким уровнем pH, уводим себя в зону смерти. И наш организм делает все возможное для того, чтобы нас вернуть в зону гомеостаза, в зону жизнедеятельности. Почему, допустим, выпив стакан газировки, возникает вопрос логичный. Мы не падаем замерзко. Это же практически зона смерти. Так вот, наш организм – это умная саморегулируемая система. И для того, чтобы нас восстановить в зону жизни, он делает все возможное. А именно, использует микроэлементы, щелочные минералы, такие как кальций, калий, натрий, магний для того, чтобы ощелачивать то, что все, что мы в себя запускаем. Соответственно, эти минералы тратятся в течение жизни. И потом лет, ну там, даже не лет во сколько-то, а бывает, встречаешь с человеком, и не можешь определить его возраст, потому что, ну, грубо говоря, он разобран на минералы. Поэтому, именно поэтому важно пить сразу щелочную воду. Что хочу рассказать? Интересный исторический факт. Немецкий биохимик Отто Варбург в 1931 году доказал и получил за это Нобелевскую премию, что в организме, в котором поддерживается уровень pH 7,45-7,55, не размножаются раковые клетки. А спустя 30 лет его последователи доказали, что при таком уровне в организме pH 7,45-7,55 не могут размножаться бактерии, вирусы, грибы, дрожжевые и простейшие паразиты. И вот здесь внимание, обратите внимание на то, что лекарство от рака, во-первых, было найдено еще в прошлом столетии, а во-вторых, для того, чтобы в организме не развивались вирусы, бактерии, грибы и, в общем, все, что нам нарушает наше здоровье, нужно просто поддерживать щелочной баланс внутри 7,45-7,55, а с остальным иммунитет справляется самостоятельно. Итак, что делает Coral Mine? Обогащает минералами воду, поддерживает оптимальный уровень pH, регулирует минеральный баланс, нормализует, таким образом, работу всех органов и систем и улучшает вкусовые качества воды. Идем дальше. Для того, чтобы вот эту всю теорию применить на практике, соответственно, нам нужен какой-то путь, и он есть, он состоит из пяти шагов. Первый шаг – это психология, как я говорила уже, то есть нужно понимать, для чего вам здоровье и что вы для этого делаете, а не так, что пока там рак на горе не свистнет, мужик не перекрестится. Далее, второй момент – не употреблять вредные напитки и еду. Ну, то есть мы понимаем, что это длительные сроки хранения, это содержание в продуктах консервантов, растворимые чаи, кофе и так далее. Лучше замените на натуральный, заварите зеленый чай или натуральное кофе, но при этом важно понимать, что на определенный объем жидкости выпитой нужно столько же добавлять воды. Третий шаг – это пить биодоступную живую воду, о которой я только что рассказала, в достаточном количестве. То есть существует норма воды, которую каждый человек может рассчитать самостоятельно. Это минимум 30 мл на 1 кг веса. Соответственно, если у вас 100 кг, значит, вам нужно выпивать 3 литра воды, 50 кг – 1,5 литра воды и знать и контролировать этот объем. Далее, четвертый шаг – это очищение организма. Ну, соответственно, что мы можем почистить в организме? Это желудочно-кишечный тракт, это против паразитов очистку сделать и почистить лимфу. Соответственно, чем мы можем это сделать? Ну, например, почистить желудочно-кишечный тракт мы можем с помощью программы «Коловада плюс». Это также продукт компании «Корал Клаб». Об этом подробнее можно будет узнать в нашем магазине или у человека, который вас пригласил. А я кратенько пробегусь о том, что желудочно-кишечный тракт – у нас есть большой ассортимент наборов для очищения организма ежедневного детокса и периодичного раз в полгода очищения «Коловада». Далее, почистить от паразитов. Ну, все мы помним, даже если кто-то сейчас думает, что это не так и что их не существует, ребята, они есть. Просто нужно научиться с ними правильно жить и контролировать их, как сказать, контролировать их количество. Соответственно, это, вспомните, в детстве нам давали пижму, там заваривали тыквенные семечки, чеснок, то есть горечи, травы горечи этой обстановочки в организме паразиты не любят и сами покидают его. Соответственно, у нас есть специальные продукты направленного действия, также набор порошильта для очищения и помощи организма от наших братьев меньших. И третий – это лимфоочистки. Ну, вспомните, все, что до седьмого пота, спортсек, сауна, все, что это гоняет лимфу, это чистит лимфу. Поэтому сейчас все забыли о том, что в баню надо ходить не по пятницам для отдыха, а, собственно, для здоровья. И уже настолько забита лимфосистема, что люди там не потеют. Поэтому мы также это можем сделать. И, понимаете, пройдя вот эти три вида очистки, 70% диагнозов, они просто уходят, исчезают. 30% задач, которые остаются по здоровью, можно решить с помощью продуктов целенаправленного действия, которые существуют у нас в компании, в нашем эко-маркете. И пятый шаг – это питание клетки. То есть после того, как мы поговорили со своей головой и решили, что здоровье – это наше все, после того, как мы убрали вредную еду и напитки и начали пить биодоступную воду, почистили организм, после этого мы переходим к клеточному питанию, а именно это шведский стол, о котором я говорила. Я пять лет назад познакомилась с концепцией здоровья. И, собственно говоря, на фото здесь вы видите мои изменения. Я похудела на 20 килограмм, я избавилась от аллергии. Пять лет уже я не обращаюсь к врачам и не хожу в аптеки. Соответственно, понимаю эффективность этого пути, этой концепции. Поэтому сейчас я рекомендую это абсолютно всем. Кто услышал, рекомендую воспользоваться этой информацией и применить это на практике, получить свой результат. На этом, наверное, все. Все, что необходимо, я сказала. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Маша. И у меня объявление для тех, кому интересно, как можно взаимодействовать с нами, с нашей компанией. И дальше будет завтра мероприятие также в Зуме по ссылке. В 16 часов презентация бизнеса, презентация возможностей. Ссылку вы можете получить от того человека, который вас пригласил. У меня тоже, наверное, все. Спасибо вам. Мы уложились. Спасибо огромное всем. Маша. Девочки, спасибо большое всем. Спасибо. Всем спасибо. Маша, спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok